Микс Ньюс Я слышал, что врагов лучше держать поближе. Это сказал тот, у кого было мало врагов. Зима близко. К чему приведут Игры Престолов в современном мире? Цикл программ о явлениях, знамениях и интерпретациях. Культ Просвет. Ведущие Денис Ханов и Вадим Родионов. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Зима близко. Зима наступила». В студии в Риге работает Вадим Родионов. На удаленной связи с нами Денис Ханов. И объединяет нас в этом эфире звукорежиссер Родион Золотарев. Здравствуй, Денис. Здравствуй, добрый день, уважаемые радиослушатели. И о чем мы сегодня поговорим с тобой? Какая тема у нас в этом? Я думаю, что мы продолжим наш цикл дискуссий о будущем после катастрофы. Ибо на данный момент многие аналитики, люди творческие и менее творческие, в том числе и сами политики, считают, что то, что происходит сейчас во всем мире, это действительно глобальный вызов и в какой-то степени глобальная катастрофа. И мы на протяжении множества наших дискуссий на прошлой неделе и ранее обсуждали, скорее, скажем, общие философские глобальные стороны и аспекты этого процесса пандемии, жизни после того, как пандемия пройдет и станет прошлым, если такое вообще произойдет. Но я сегодня хотел бы предложить поговорить о, скажем, тех аспектах, которые, скорее, все-таки связаны с будущим и развитием латвийского общества, но и в то же время мы не будем терять этот глобальный ракурс и вид. И я думаю, что нам очень важно поговорить о том, что многие, кто пытаются анализировать ситуацию после этой пандемии, говорят о том, что, возможно, мир будет другим. Да на самом деле я понял, что существует уже некоторое общее, скажем, такое согласие и принято многими, что мир изменится. С другой стороны, можно задавать себе вопрос, что значит измениться, и почему мир будет другим, и что значит быть другим. Если речь идет об экономических моментах, то понятно, что цикличность кризисов будет продолжаться. Каждый раз кризисы могут появляться под новыми масками, под новыми личинами. Я думаю, что в данный момент это, скажем, тема здоровья и массового заболевания. Предыдущий кризис был связан с, скажем, с проблемами на рынке недвижимости, со спекуляциями в банках. Может быть, еще будет нового вида кризис, может быть, это будут новые погодные условия, или, например, массовый голод, о чем сейчас говорит ООН, по той простой причине, что даже в Европе за последние несколько месяцев климатические ситуации и обстоятельства таковы, что, возможно, будет засуха. Это повлияет и на цену, скажем, всевозможных продуктов питания и так далее, и так далее. Так что мы не знаем, по сути дела, под какой личиной появится новый кризис, и, может быть, хорошо, может быть, это плохо. С другой стороны, если мы говорим об измененном мире, о мире после пандемии, то я думаю, что во многом те, кто сейчас говорят о более этическом восприятии реальности, о том, что в нашем мире будет больше, скажем, сотрудничества, больше светлого, доброго, солидарности, я думаю, что они, к сожалению, ошибаются. И не потому, что мне свойственный пессимизм, а по той простой причине, что мы видим во многом, что уже сейчас вполне возможно, что именно в странах Восточной Европы последствия после вируса для демократии, для политической культуры будут куда более глубокими, сильными и острыми, чем, допустим, в классических странах, скажем, старой или западной демократии. К сожалению, уже до кризиса мы понимаем, что европейское сообщество — это, условно говоря, шоссе с двумя скоростями, об этом говорят и с точки зрения социальной политики и национальных государств. Я, на самом деле, приверженец федерализма, поэтому я считаю, что во время предыдущего кризиса государства и политические элиты многих стран Европы, ну, может быть, за исключением Скандинавии и Германии, не показали себя достойными представителями интересов общества. Они показали свою, скажем, десятилетиями создаваемую связь и, скажем, такую некоторую унию с экономическими элитами, потому что вспомним, что латвийское общество, все те, кто зависит от госбюджета, должны были жестоко поплатиться не за свои грехи, условно говоря, а за разгильдяйство частных банков, которые во многом смогли, условно говоря, на свои счета перенести достаточно солидные суммы государственного бюджета и ими распоряжаться. То есть мы все вынуждены были спасать тех, кто потом, условно говоря, продавал свои виллы в Юрмале. Я еще раз подчеркну, что мне не свойственна, скажем, некоторая классовая ненависть. Я вполне в состоянии как бы представить себе о том, что в любой стране элиты ведут себя в какой-то степени одинаково, но те, кто зависят от экономического благосостояния государства, от бюджетной политики, от социальной политики, ведут себя по-разному. Если элитам свойственно во многом было во время этого кризиса десятилетней давности соединиться с государством и потребовать от государства или шантажировать государство во многом тем, что эти глобальные рынки могут просто свернуться и уйти из Европы и перейти в страны, где диктаторам давным-давно наплевать на права человека, права детей и нету, скажем, профсоюзов, то давайте посмотрим, что происходило у нас. Мы, как общество, где большинство людей, скажем, зависят от своих работодателей, от бюджета или от частных инициатив, они во многом, в принципе, не были способны к тому, что мы можем назвать некой такой надрессорной солидарностью. То есть даже бюджетники, которые объединены были общим горем и общими резкими сокращениями бюджетных средств, не вышли на улицы. Выходить на улицы ведь можно по-разному. Не обязательно для этого одеваться и идти с плакатами, если это не свойственно, условно говоря, постсоветским государствам. К сожалению, мы выходим с плакатами, когда считаем, что 28,5, скажем, беженцев угрожают нашей, в кавычках, «белой расе». И тогда у нас полное единение и интеграция до потери сознания. В этом смысле я должен сказать, что мы сами заслужили в какой-то степени те эгоистические элиты, на которые теперь бурчат в Фейсбуке, например, на наш парламент, который состоит из права радикальных партий. И, в принципе, они не собираются, скажем, подавать пример солидарности с обществом, в котором будет очень много потерь, безработицы, разорений и просто личных несчастий. А самое маленькое личное несчастье — это огромная беда. Таким образом, в принципе, мы можем увидеть, что в Восточной Европе, даже если мы выкарабкаемся на поверхность экономически, у нас так или иначе возникнет целый ряд более опасных рисков, скажем, более существенных рисков для демократии, чем, например, во Франции, где, как мы хорошо знаем, чуть что устраивается забастовка. И многие из нас, может быть, будучи туристами, попав туда, я знаю, в Париж во время забастовки, будут бурчать, злиться и обижаться. Я помню, у меня у самого был очень комический случай. Мы с мамой отправились путешествовать и попали в Версаль, который она давно хотела видеть. И в Версале нам не удалось получить аудиогид на русском языке, потому что в это время бастовали те, кто раздают аудиогиды. И мы, естественно, с мамой очень удивились, потому что мне тогда казалось наивному, что те, кто раздают гиды, вообще, мягко говоря, не должны были бастовать, потому что у них, мягко говоря, очень-очень хорошие условия и работа совсем не тяжёлая. Оказывается, это, скорее, даже культура протеста. Хотя многим из нас здесь она неприемлема, но я почему-то не слышал, ни разу не видел о том, чтобы сотрудники AirVolte, допустим, использовали свои конституционные права и, во-первых, вступили бы в профсоюзы и не боялись бы этого. Во-вторых, объявили бы забастовку, если считают, что они не работают в достойных условиях. То, чем, в принципе, занимается Люфтганза и целый ряд других компаний. Иными словами, я думаю, что и в рамках жизни после вируса произойдёт, скорее, альянс государства с элитами на фоне резкого ослабления нашей способности противостоять эксплуатации как таковой. Я сейчас не ударяюсь в какой-то вульгарный марксизм-ленинизм никоим образом. Я говорю, скорее, о том, что уже до кризиса и предыдущего, и нынешнего в Латвии отсутствуют формы и практики социальной солидарности. Причём социальная солидарность, ведь она не должна быть эгоистической только внутри своего цеха или, скажем, своей какой-то там братьи. Она должна быть, по сути дела, над областями, над ресорами, над темами. И она должна быть, в принципе, доказательством того, что мы воспринимаем себя не только через профессиональную призму, но и как общество в целом. В данном случае мы, к сожалению, видим, что уже довольно давно этническое разделение, этническая трещина в нашем обществе, ведь она же прошлась и по социальной солидарности тоже. Во многом сейчас мы действительно живём по принципу «своя рубашка ближе к телу», там «своя хата с краю» и так далее, скажем, согласно устному народному творчеству. Но я думаю, что мы пострадаем больше, чем, допустим, жители Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, потому что мы за эти 30 лет настолько ударились в неолиберальную, довольно-таки вульгарную версию рыночной экономики, что совсем забыли, что социальные элементы в государственной политике прежде всего служат интересам большинства общества. Большинство общества, в свою очередь, очень мало в Латвии способно воспринимать другого. И здесь я хочу перейти к ещё одному фактору. Параллельно с тем, что у нас очень ослаблена культура профсоюзов, мы это сейчас видим на целом ряде публикаций в Фейсбуке, где задаются вопросы по поводу Air Baltic и по поводу, условно говоря, того, как относятся к сотрудникам, каким образом, скажем, у них, по сути дела, отсутствует возможность выбора, они вынуждены во многом следовать политике, скажем, кадровой политике, тех, кто их нанимает. И мы видим, что протестная культура, она у нас, в принципе, в основном кипит именно в цифровом пространстве. Но параллельно с этим мы все эти годы, по сути дела, скажем так, высмеивали профсоюзы, мы не вступали в них, или же, наоборот, выходили из них. Например, политика согласия в Риге и господина Ушакова на долгое время была нацелена на то, чтобы создать какие-то альтернативные профсоюзы. В какой-то степени по этническому признаку. Это означает, что мы даже социальную политику стали делить по некоторым этническим критериям. И поэтому я, например, считаю, что, в принципе, мы сейчас в разговорах о том, что после этой трагедии, после этого кризиса мы должны осознать то, что нам нужно вернуться к человечности, к некоторым гуманным ценностям. Это потрясающе. Это было бы здорово, если бы мы это осознали. Но в нашем обществе, к сожалению, я думаю, всё будет, в принципе, по старинке. Это будет принципиально разделённое общество, где есть огромная трещина между большинством общества и политическими элитами, где всё ещё очень некачественная политическая коммуникация. Она во многом пропитана этими старыми травмами. Мы же очень долго говорили с вами, уважаемые радиослушатели, и в рамках этой программы, и в рамках «Пульт просвета», который сейчас, к сожалению, из-за, скажем, карантина какое-то время, скажем, приостановлен. Мы часто говорили о том, что этническое разделение эксплуатируется. Вы думаете, после вируса мы выйдем очищенными и всё будет, как в мультипликационном фильме после финальной битвы со злом? Нет. Я думаю, что мы продолжим, скажем, разделение общества по этническому признаку. Сейчас на задний план каким-то образом отошли выборы в Рижскую думу, но выборы эти были бы снова именно с таким же акцентом на этническое разделение. У нас, в принципе, в парламенте доминирует право радикальной партии, поэтому, например, мне было довольно смешно читать статью «Виде Терауде», которая говорила о том, что в Венгрии втихаря уничтожается демократия. Я думаю, что было бы очень хорошо ей, как действительно талантливому политологу и аналитику, заглянуть, собственно говоря, в состав коалиции, где находится её партия. И она бы обнаружила, что в коалиционном правительстве на протяжении десятилетий находится право радикальная партия, связь которой с английскими неонацистами доказана теми редкими журналистскими расследованиями, которые наше общество ещё может себе позволить. Поэтому я думаю, что госпожа Терауда в данном случае в очередной раз впадает в некоторую такую наивность экскурсанта, думая о том, что в других странах всё это куда трагичнее и опаснее, а у нас, в принципе, об этом можно не говорить. Как раз мне кажется, нам нужно было бы в данном случае говорить о том, что латвийская политика и до кризиса любого, будь то экономический кризис или вирусный кризис, общество наше было фрагментарным, но не фрагментарным в смысле принятие плюрализма и многообразия, а в том, что у нас, в принципе, отсутствует то, что мы называем, скажем, общим пространством, консенсусом, общими приоритетами, теми целями, которые включали бы все группы, а не создавали бы иерархии и очереди. Именно поэтому я думаю, что мы очень переоценим, если будем говорить о ситуации после кризиса, как о каком-то духовном очищении и об улучшении нашего общества. К сожалению, у нас угрозы и риски для демократии будут куда сильнее. Конечно, не такими сильными, как сейчас это происходит в России, где вот в Москве уже вводится тотальный цифровой контроль над населением с помощью QR-кодов и так далее, и так далее. То есть, в принципе, высокие технологии используются там для резкого сокращения свободы передвижения и, может быть, даже не в физическом плане, а именно способности быть недоступным контролю властей. И на самом деле есть множество доказательств того, что не нужно вводить эти технологии, какие-то коды, связь по телефону или через банковские карты, чтобы обнаружить, что человек нарушает условия карантина. В Германии, во Франции, в других странах без этого обошлись. А в Москве вводят дорогие, очень тяжеловесные технологии для того, чтобы, по сути дела, создавать тотальную карту передвижения любого. Допустим, пенсионеры не в счёт в данном случае, но целый ряд других людей, фамилии, данные, которых известно, они ведь могут стать и объектами политического контроля в странах, где демократия совсем-совсем хромает. И, по сути дела, мы можем говорить о том, что в России её и нету больше. Таким образом, мы выйдем, скажем, из этой ситуации, мы, как мир, во многом потерявшие способность или, скажем, право быть недоступными. Это очень существенное право, потому что это право персональной свободы нашего личностного пространства и способности выйти из дома без телефона, да, когда закончится кризис, и быть недоступными для кого-то. И недоступными именно потому, что я хочу встретиться, допустим, с оппонентами власти и вместе с ними придумать идею или содержание для нового митинга, да, или для новой протестной акции, потому что это, собственно говоря, давайте не забывать, есть суть гражданского общества иметь право свободно, аргументированно, без насилия выражать свой протест, сказать своё нет. А в данном случае, если все под колпаком, а все это, по сути дела, означает все те, у кого есть мобильные телефоны, которые становятся всё больше и больше заменителями компьютера и целого ряда, там, скажем, услуг для быта, оплаты, существования и так далее, и так далее, в какой-то степени. Но вот мы сейчас видим, что со страницы Орвала, с некоторыми улучшенными технологическими данными, эта реальность антиутопии становится очень даже реальной реальностью, простите за тавтологию, в соседнем государстве. И, собственно говоря, здесь опять же задаётся вопрос о целесообразности истраченных средств. То есть все эти технологии безумно дорогие, для этого не надо быть экспертом. Они могли бы быть конвертированы в новые места в больницах, в новые маски, аппараты и так далее, и так далее. Этого не происходит. И поэтому я думаю, что мы видим, что в тех странах, где, если мы говорим с точки зрения медицины, по сути дела, у нас у всех есть некоторые, скажем, микроорганизмы и так далее, которые при определённой стечении обстоятельств могут превратиться в основу для заболевания. Но для этого нужны условия. Словом говоря, туберкулёз — это отсутствие света, отсутствие правильного питания, холод, голод и так далее. То есть, с другой стороны, это когда-то были и болезни богатых куртизанок, то есть никогда не знаешь, из какой среды болезнь может вырваться. Но потенциально в Восточной Европе больше было этих палочек Коха или всевозможных других существ, которые при определённом стечении обстоятельств могут выразиться вот в подобном технологическом контроле. И теперь, по сути дела, организовать, например, лидером оппозиции какой-либо форум или протест, ну, будет очень-очень тяжело, потому что они в любой момент могут попасть под подозрение, контроля. И это просто-напросто действительно, по моему мнению, чудовищно, потому что я думаю, что введя один раз подобный контроль, целый ряд политиков и политических культур не вспомнят о том, что придёт время отменить это. То есть, в какой-то степени очень-очень опасно скажем, продвигать технологии как раз под видом борьбы с вирусом. И я думаю, что в данном случае мы вряд ли будем говорить действительно о возврате к предыдущей культуре демократии, хотя она и хромала. Мы видим подобный же процесс уже в Венгрии, где Орбан собирается управлять с помощью декрета. Но я действительно думаю, что нам стоит вернуться во второй части нашей программы к тому, чтобы поговорить о том, что дальше будет происходить в Латвии и что, собственно говоря, актуально помимо борьбы с вирусом. Если я правильно понимаю согласно времени, у нас сейчас будет небольшой перерыв. Вадим, я тебя не слышу. Да, слышишь ли ты нас сейчас? Я слышу вас. Да, в 40 минут мы заканчиваем, поэтому перерыва не будет, можно продолжать. В 40 минут мы заканчиваем, хорошо. Да, таким образом, коротко о том, что мне кажется, о чём мы не должны забывать. Итак, когда отменят все условия и требования карантина, нам, по сути дела, нужно будет возвращаться как бы скучно. Это не было снова к актуальным темам скажем, латвийской внутренней политики. И что получается? А получается, что Возы ныне там, только теперь он ещё немножко как бы покрылся пылью или вокруг телеги наросла трава, сорняки. Речь идёт прежде всего о том, что у нас грядут выборы в Рижскую думу. Выборы будут эти происходить на фоне экономической, а это значит и социальной паники. Это означает, что, по сути дела, у нас будет новый импульс для радикализации политики и на уровне коммунальном, и, естественно, через какое-то время как бы выборы в парламент не за горами, ну и, собственно, на уровне парламентских выборов. Тем самым, я думаю, что у нас один из существенных рисков после вируса это радикализация нашей политики на фоне объединения населения. Что это означает? Это означает, что, по сути дела, если не будет чуда, а чуда не будет, и власть, скажем, политическая элита не наладит новые формы общения с населением или хотя бы попытается выразумительно объяснить причины экономической политики или налоговой политики, это означает, что те, кто за это время потеряют свой мелкий или средний бизнес, те, кто должны будут закрыть индивидуальные предприятия, эти люди, во-первых, станут новой нагрузкой на социальный бюджет при условии, что сократится, резко сократится количество тех, кто будет способен платить налоги для, скажем, нужд в социальной политике. Значит, мы, в принципе, вернемся к старому средству латвийского населения, к еще более массовой эмиграции. Эмиграции именно основаны на том, что будут открываться новые рынки труда в других странах, странах, где существуют важные предпосылки для того, чтобы туда уехать и там остаться, а это самое худшее. Прежде всего, это, конечно же, экономическая политика, иными словами, это заработная плата, налоговая политика, социальные условия для тех, кто уезжает. И к тому же, давайте все-таки не забывать то, что, по моему мнению, истерика латвийского правительства была связана с тем, что не хотелось открывать страшную тайну Полишинели, секрет Полишинели, иными словами, секрет, о котором знают все, а именно то, что на протяжении десятилетий политика здравоохранения была отвратительной, она была близорукой, именно поэтому мы потеряли столько врачей, медсестер, санитаров и так далее, и так далее, что, в принципе, сейчас их просто было бы для даже не сильного увеличения количества заболевших этим вирусом, это было бы летально для нашей системы здравоохранения, она бы просто лопнула бы и развалилась бы, рухнула. Почему она рухнула бы? И не потому, что у нас огромное количество заболевших. Давайте посмотрим на статистику последних, условно говоря, полутора месяцев, начиная с введения карантина. У нас совсем ничтожное количество заболевших, ничтожное количество тех, кто не смог справиться с этой болезнью, и во многом это, конечно же, люди, которые страдали заранее от конкретных хронических заболеваний. В результате, мне кажется, что здесь, условно говоря, били пушками по воробьям, и в то же время, понятное дело, что у нас просто не было ресурсов, какие были, например, в Германии, для того, чтобы обеспечить необходимое количество и коек, и аппаратов для искусственного дыхания, и масок, и медперсонала, и самых, собственно говоря, больниц, для того, чтобы справиться даже с нарастанием. В результате получилось так, что закрыто всё, уничтожено всё, подаётся это, в принципе, в каком-то таком некотором патриотическом соусе, потому что сопротивляться этому нелояльно, преступно и так далее. Я задаю себе вопрос, а кто-нибудь подумал о тех жертвах экономических обстоятельств, которые будут открыты нам после того, как вирус уйдёт. В результате, в принципе, отсутствие качественной политики здравоохранения выразилось в чрезмерных, по моему мнению, мерах, которые, в принципе, в данных обстоятельствах, как ни странно, вполне понятны и приемлемы, потому что другого выхода у правительства просто не оставалось. Другое дело, что об этом, как в сказке о голом короле, молчат, и мы не можем, условно говоря, сейчас откровенно об этом говорить, вернее, мы должны об этом говорить, но это как бы не патриотично, потому что это, условно говоря, против интересов общества. Мы, например, видим кругом в Риге рекламы жертву и средства на обеды для медиков. И внизу такая, мне кажется, довольно циничная фраза «уважаем и угощаем». Простите, а может быть, стоило бы подумать, что не надо всем этим заниматься, не надо в 105-й раз заниматься тем, чтобы просить у населения пожертвования, а может быть, нужно было удержать врачей на протяжении последних 20 лет достойными зарплатами, хотя бы достойными даже по латвийским меркам. Никто не говорит о том, что они сбегают в Норвегию, шлятся в Германии. Да, Димис, у нас несколько минут остается до эфира. Давай подытожим все, что ты сейчас сказал на протяжении почти 40 минут. Вот какой вывод из этого можно сделать? Вывод из этого тот, что нам придется вернуться к нашим старым нерешенным проблемам. И один из острейших моментов, который, я думаю, вызвал бы сейчас у большинства латвийского населения, неважно русскоязычных или латышскоязычных, но просто судороги. Нам придется стремительно становиться обществом иммигрантов, рабочих иммигрантов. Страна требует огромного количества гастарбайтеров. Страна должна идти по тому же пути, по которому 30-40 последних лет шла Германия, когда они говорят о так называемом постмиграционном обществе. Мы должны стать миграционным обществом, мы должны создать условия для того, чтобы люди хотели сюда приехать, работать и платить налоги, потому что наше общество будет уезжать, улицы будут пустеть, дома будут пустовать, в школах будет все меньше учеников, поэтому, в принципе, мы на грани краха социальной системы, так как общество 30 лет больно ксенофобией из-за правых радикалов в парламенте. Да, собственно говоря, если честно, я не видел особой работы над темами расизма или дискриминации и согласия, так что в этом смысле обои-ребои. Но наше общество за 30 лет настолько само себя напугало иммигрантами и другими, что мы не можем сейчас предоставить то, что предоставляется в немецком обществе терпимость или толерантность, включение и попытка в то же время включать этих людей в немецкую культуру. В то же время мы видим, насколько тяжело латышская культура открывается даже местным не латышам, условно говоря, тем, кто здесь родился и мог бы стать гражданами и участниками страны, а из-за, скажем, потока ксенофобии и национализма отказывается, устает от этого и просто больше не реагирует. Я думаю, что будет что обсудить в следующих наших программах. Это такой неисчерпаемый источник вдохновения. Я, конечно, говорю сейчас с иронией, даже с сарказмом, но, тем не менее, это тема, которую надо проговаривать и надо в том числе подходить к ним, конечно, очень серьезно. Спасибо. Денис Ханов в программе «Зима близко». Мы в очередной раз встретились в эфире. Встретимся уже, вероятно, на следующей неделе. Когда закончатся карантин и чрезвычайная ситуация, мы, надеюсь, уже будем работать в студии, если, конечно, Денис сразу не уедет в Берлин. Ну, а если уедет в Берлин, то будем использовать традиционный формат, который уже хорошо себя зарекомендовал. Будем связываться по удаленке. Спасибо, Денис. Спасибо тебе. Большое спасибо, радиослушатели. До свидания. Всего доброго и до свидания.